Ну, помимо наших обычных дел осенних, да, вот, все, что мы понимаем по погоде, по сбору урожая, по не сбору урожая, урожай собирать некому, по проблеме того, что все возвращаются в горы и так далее, есть вирус. Он есть, действительно, он очень опасный. И главное про ждать ли вторую волну или не ждать. Значит, да, этот вирус был в пробирке. Да, эта болезнь новая. Да, она ни на что не похожа. Но все равно он в жанре вируса. Если мы исследуем этот жанр, мы понимаем, что подобные вирусы имеют сезонный характер. С чем это связано? Ученые спорят. В основном, как мы понимаем, меньше ультрафиолета, меньше солнца, вирус не только больше, он сильнее. То есть, летом болеют, они болеют и очень неприятно, но они болеют не так сильно, как с вирусом, который себя так эффектно чувствует в холодную и малосолнечную погоду. Организм ослаблен, витаминов меньше. Самое страшное возвращаются студенты из неблагополучных регионов и семей. Самое страшное из азиатских регионов – это просто то, что надо точно закрыть границу. Правительство не закрывает. Я считаю, что это чудовищно. Я сейчас даже скажу, что закройте границу сейчас с Азией, иначе будет вторая волна очень сильная, и будут гибнуть наши люди. Но этого не произойдет, поэтому вторая волна, по всей видимости, будет в разных регионах с разной силой. Думали, что в Москве многие переболели, большой город, а в регионах не переболели, там будет сильнее. Я думаю, что в Москве тоже должно быть. Почему? Потому что многие вернутся из региона. В Москве переболели, но далеко не все. Нет, это не 70%. Считается, опять-таки, у меня большие сомнения, для коллективного иммунитета нужно 60-70%. Мне кажется, что все-таки это не до конца так, и у нас точно еще ни 60, ни 70% нет. Вот. Поэтому вторая волна. Что такое вторая волна? Это то, что мы видели весной, только с большим опытом, мы уже имеем больше опыт, и в то же время с большим раздражением. Потому что мы устали, все устали. Кто-то может не согласиться, кто-то теряет работу, кому-то неудобно в маске дышать. Будут акции, и акции будут подавляться, и прочее. То есть, это будет продолжаться. Я повторяю, что мы можем спорить между собой внутри страны, но мы должны наказать Китай. Мы должны наказать китайское правительство, и говорить об этом сейчас мы этого не делаем. Потому что ненаказанное преступление порождает новое преступление. Сейчас, опять-таки, прочитаем в новостях, а в Китае новый вирус. Уже не чума. Это месяц назад чума появилась на границе Монголии и Китая. А сегодня в Китае еще новый вирус. Новый вирус, и смертность колоссальна. Там чуть ли не 40% смертности от него. Пока небольшое заражение, вроде бы пока, но огромная смертность. Новый вирус в Китае. Почему? Потому что я говорю, что дело же не в том, что какой вы, украв западную технологию, построить небоскреб. А дело в отсутствии культурного, цивилизационного уровня у основной массы населения. Поэтому нужна граница, как она была веками. Готовиться к этому в плане вируса. Посмотрите на то, что было весной, и готовьтесь. То есть, как я сказал, заготовьте все. Все в онлайн. Психологически приготовьтесь. Прежде чем психологически. Потому что бывает, слушайте, все было. И войны, и вирусы, и испанки, все было. Надо быть психологически готовыми. Потому что самое страшное, когда вот происходит... А я вам предупреждаю, вот так будет. Это. Дальше. Учите, что все события, связанные с Белоруссией, с Украиной, с Хабаровском и так далее, они никуда не растворяются. Они могут быть тише, громче, не растворяются. И это тоже будет усиливаться. Соответственно, будет усиливаться с этим борьба, режим, репрессивный аппарат. Это тоже будет. Тоже нужно быть готовым. Дело в том, что я в декабре прошлого года предсказал репрессии в этом году. В весной, и особенно в июне, вы видели, какие действительно репрессивные меры были. Многие удивились. Ой, а мы думали, что будет как бы мягче, или что после Конституции будет. А ничего подобного. Конституцию приняли. Значит, как бы это сложно, так сказать, называть это просто смешно, но так или иначе. И после этого началось накат. Посадили, арестовали и прочее, и прочее. Это будет осенью усиленно. Осень будет усиленно, потому что все процессы входят в клинч. Да, любые организмы стареют, в старости начинаются болезни. Режим, он тоже стареет, он тоже начинает болеть. И начинаются метастазы, начинается истерия. Старые люди, они более раздражительны. Режим стареет, он становится раздражительным. То есть, это биологически обоснованно. К этому нужно быть готовым. Вот. Вот это основное. Но вы-то должны быть, мне кажется, все-таки осень готова, помимо этого, еще и к любви. Конечно, надо быть готовым к любви. Осень – это «Пора любви». Из-за того, какая песня. Хилли, Эдуард Хилли пел фантастическую песню. Вот. Но я считаю, что летом такая, знаете, жара – это все. Ну, какая любовь? Нет тонкого метафизичного чувства. Осенью – да. Поэтому вы должны быть готовы. И посреди вот этого ада вы должны придумать жанр любви, который возможен посреди этого ада. Вот такой ответ «Пока». Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.